Казанский Федеральный Университет открывает свои двери для абитуриентов. Мы живем в Матрице. Лекция доктора физико-математических наук Дмитрия Пилалаева. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Адалина Абдрахманова. Студенты и сотрудники Казанского Федерального Университета стали победителями первого сезона Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодежь. Гранты. Первый сезон» организованного Федеральным агентством по делам молодежи. Грантами отмечены проекты 12 представителей КФУ. Общая сумма грантовой поддержки – 9,8 миллионов рублей. Отметим, что Департамент по молодежной политике КФУ оказывает консультативную помощь студентам, аспирантам и молодым сотрудникам, которые хотят представить свой проект на какой-либо конкурс. Для того, чтобы ее получить, необходимо обратиться в отдел по работе с общественными организациями и институтом кураторства КСК КФУ Уникс, кабинет 105, 3 этаж. В Казанском Федеральном университете вот-вот стартует приемная кампания. О том, как быстро, легко и удобно можно подать документы, узнаете в следующем сюжете. С 20 июня по всей стране стартует приемная кампания. В этом году абитуриенты столкнутся с рядом изменений. Все они направлены на упрощение процесса поступления. К примеру, подать документы в Казанский Федеральный университет можно будет в несколько кликов на сайте ВУЗа, либо на портале госуслуги. С 20 числа вам нужно будет достать свой сотовый телефон, набрать в адресной строке адрес, либо в гугле, либо просто адрес kpfu.ru, это адрес Казанского Федерального университета, перейти в раздел абитуриенту школьнику и зарегистрироваться на нашей платформе. И, собственно, подать документы можно будет при помощи всего лишь вашего телефона. Не будет требоваться принтера, не будет требоваться сканера. То есть документы мы примем в полностью онлайн формате. Основная проблема, с которой сталкивался каждый абитуриент – огромный поток вопросов, связанный с каждым этапом поступления. В этом году будущий студент без каких-либо проблем сможет найти всю интересующую информацию в группе своего института. Помимо этого, можно будет связаться с представителем университета в любом удобном мессенджере. Есть каналы общения напрямую с представителями институтов, я знаю. Есть телефоны в сети самих представителей институтов, они вполне отвечают на WhatsApp-сообщения. Телефоны можно найти на сайте в разделе каждого института. Для того, чтобы подтвердить зачисление в Казанский федеральный университет, необходимо будет подать согласие и оригинал документа об образовании. Напомним, как и раньше, подать заявление можно максимум в пять вузов. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В стенах Казанского федерального университета состоялась лекция Дмитрия Толалаева. Все подробности узнавала наш корреспондент. Во втором корпусе Казанского федерального университета состоялась лекция Дмитрия Толалаева, старшего научного сотрудника, механико-математического факультета МГУ. Научно-образовательный математический центр Поволжского федерального округа и Институт математики и механики имени Лобачевского организовал для студентов, магистрантов, аспирантов и ученых Казанского университета научно-популярную лекцию на тему полностью положительной матрицы в современной математике. Есть один сюжет математики, называется полностью положительной матрицы. Он возник, наверное, в конце 19 века из одной очень простой механической задачи о колебаниях, например, моста или струны. И оказалось, что в этой задаче есть очень серьезная, глубокая внутренняя математическая структура, алгебраическая, геометрическая. На лекции Дмитрий Талалаев рассказал о происхождении области полностью положительных матриц и о некоторых приложениях в задачах современной статистической физики. Также он разобрал один из центральных примеров кластерных многообразий – многообразия Грассмана. Очень рад сотрудничеству региональных математических центров. Я представляю Ярославский региональный центр, Думаю, что подобный вид взаимодействия между рабочими группами, между коллективами специалистов и такое взаимодействие, которое может быть вынесено на уровень такого обзорного, наше популярного доклада, это очень важно и может двигать все эти инициативы региональных центров вперед. Регионально-научно-образовательный математический центр, созданный на базе трех городов – Казань, Уфа, Самара, не первый раз радует студентов встречами с московскими спикерами. В будущем мероприятие станет одним из многих в цикле научно-популярных лекций. Арина Галямова, Александр Кузнецов, Универньюз. Центральный банк России ограничивает действия биржевых торгов иностранными акциями. Будут ли исключения и каких ценных бумаг это коснется, узнавала Карина Саяхова. 30 мая Центральный банк Российской Федерации объявил об ограничении биржевых торгов иностранными акциями, заблокированными международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России. Это решение обусловлено защитой прав и интересов инвесторов и минимизацией их рисков. При этом Банк России подчеркнул, что право собственности на ценные бумаги, попавшее под ограничение у инвесторов, сохранится. Ситуация сложилась следующая. Фактически, те акции, которые находятся на руках у российских владельцев, я имею в виду акции, которыми сейчас прекращены торги, они находятся в собственности наших инвесторов, но какие-либо операции с ними вне нашего рынка заблокированы. Общий алгоритм по обособлению иностранных ценных бумаг будет следующим. По каждому наименованию иностранных ценных бумаг определяется соотношение долей между ценными бумагами, доступными для торгов, и обособляемыми, учитываемыми в национальном расчетном депозитарии. Исходя с полученной пропорции, на счете каждого клиента, владеющего таким наименованием ценных бумаг, определяется количество ценных бумаг, подлежащих переводу на неторговый раздел субсчета депо. Эта процедура коснется только тех клиентов, в портфеле которых есть наименование ценных бумаг, попадающих под обособление. Это не коснется нескольких компаний, которые по сути своей являются российскими, но регистрировали выпуски акций за рубежом, вроде Яндекса, Озона, Headhunter и так далее. Для них просто сделано было исключение в связи с тем, что это, по сути, российский бизнес. В остальном они ничем не отличаются от чисто иностранных акций. Центральный банк подчеркивает, что организованные торги возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же собственники смогут распоряжаться полученным доходом на бумаге, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев. Карина Саяхова, Универньюс. Центр нейрореабилитации научно-клинического центра применяет новейшие методики для восстановления здоровья. Какие именно программы они используют, узнаете в сюжете Алины Красильниковой. С момента открытия научно-клинического центра Казанского университета Центр нейрореабилитации принимает пациентов из разных регионов России. Их разработки позволяют осуществлять всестороннюю диагностику двигательных нарушений с применением как классических методов, так и новейших разработок в области нейрофизиологии. Здесь проводится не только сама реабилитация, но и диагностика. Достаточно тщательная инструментальная диагностика с оценкой видеоанализа движения, неинвазивной оценкой мышечного тонуса, патографии, электромиографии, как проводной, так и беспроводной. То есть мы можем оценить в движении пациента. И это все позволяет нам оценивать изначальный реабилитационный потенциал и динамику процесса. Специалисты научно-клинического центра используют уникальный комплексный подход. Он включает в себя подбор индивидуальных программ. Нейрогенерацию, нейростимуляцию и двигательную реабилитацию. Именно такой лечебно-диагностический метод используют в лучших клиниках мира. Почти каждое оборудование обладает как диагностическими возможностями, так и реабилитационными. Например, в соседнем зале у нас есть динамическая платформа. Она может оценить объем движения, возникает ли болевой синдром и на каком уровне возникает силу пациента, насколько он хорошо поддерживает баланс. И в зависимости от того, какие мы результаты получили, соответственно, назначается программа, ограничиваются некоторые упражнения, если на них возникает болевой синдром. И, соответственно, потом, после реабилитации, мы можем посмотреть, ага, здесь мы достигли увеличения объема движения. И это прогресс. Отделение нейрореабилитации ежедневно принимает запросы на лечение через колл-центр или собственную почту. Самыми популярными обращениями становятся состояние после инсульта, врожденные заболевания опорно-двигательной системы, спинальные травмы и постоперационные программы реабилитации. Ведущие специалисты научно-клинического центра готовы в любой момент выйти на связь с больным и проконсультировать его по волнующим вопросам. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска вы можете найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова